В России велолюбителей мало, а причин этому несколько. Отсутствие велосипедных дорожек, неудобность хранения в квартирах, а также отношение населения к тому, что велосипеды это несерьезный вид транспорта. Организаторы велопробега Дербин Пантикопей поставили перед собой задачу решить эту проблему. Для меня велосипед это в первую очередь возможность быстро и приятно добраться по городу, по бездорожью, по любому покрытию, из пункта А в пункт Б, провести время с друзьями и показать, что это действительно здорово. Цель велопробега посмотреть, насколько развитое велосообщество в городах по Северному Кавказу, Югу России и Крыму. Мы хотим соединить велосипедистов с разных регионов, показать велосипедистам в Центральной России, что здесь на юге очень много интересных, красивых мест, что здесь есть их сообщники, единомышленники. Почему был выбран именно такой путь Дербент Пантикопей? Этой ниткой здорового велопробега и экологичного городского транспорта я хотел соединить два древнейших города на территории России. Дербент и Пантикопей, современная Керчь. 23-дневный велопробег Дербент-Пантикопей завершается здесь, на горе Митридат, где саратовские велолюбители встречаются с керчянами. Были на маршруте и пески в Дагестане, у нас были горы в Карачаево-Черкесии, в Северной Осетии. Шикарнейшие дороги в Чечне, ужаснейшие дороги в Керчи. По итогу я хотел бы собрать статистику о количестве и качестве велоинфраструктуры по городам. И в дальнейшем эту статистику используют для развития велодвижений, велоинфраструктуры в городах. Линии движения, которые разгружают городской трафик от автомобильного транспорта, пересаживают людей на практичный городской транспорт-велосипед. Мы не смущаемся.